История принятия ислама одной украинки Говорит сестра Я украинка, христианка, и хочу рассказать вам свою историю принятия ислама Началось все с того, что я жила в маленьком селе и училась в школе с чеченцем Это и стало первым толчком Затем я поступила в университет и приехала жить в большой город Начала работать с 17 лет в ресторанах официанткой, куда часто заходили иностранцы-мусульмане В один из рабочих дней пришел мужчина выпить кофе Когда я принимала заказ, он скромно спросил, зачем мы красим яйца на Пасху Зачем мы выпекаем кексы и поливаем их водой в церкви Мой ответ был глупым, я не знаю, все так делают, так делали наши предки Придя домой, мне действительно стало интересно, а зачем мы вообще это делали Я начала читать литературу, чтобы найти ответы на вопросы А мужчина приходил каждый день и задавал все новые и новые вопросы, на которые я не знала ответы В конце концов, он предложил мне прочитать Коран на русском Ставсиром каждый аят, после чего я его не видела, но начала читать Коран Через месяц я одна поехала в Турцию, Стамбул, жила возле мечети, в отеле, где много покрытых женщин Слышала Азан, когда ужинала, смотрела, как люди бегут в мечеть на зов Азана И то, как для них это важно Видела женщин в никабе и в платке Мне казалось это настолько красивым, что я не могла оторвать взгляд от них Приехала в Украину, продолжала читать Коран и работать официанткой Много мыслей было, шайтан явно не оставлял меня в покое И вот наступил день, когда я устала от душевной пустоты и была на 100% готова произнести шагаду Думала, что это только в мечети можно сделать, поэтому я подготовилась, купила абаю, широкую и платок 17 сентября 2017 года, температура воздуха 37 в тени, я покрылась так, как приказал Аллах Мне было очень жарко, потому что до этого я ходила в противоположной одежде Простите, но от непривычности пот просто тек по мне ручьем Но, аль-хамду лилля, снимать платок не хотелось Когда пришла в мечеть, все давали мне сарам Думали, что я уже мусульманка Я не знала, что отвечать и просто говорила здрасте И вот, по милости Аллаха, я произнесла шагаду и стала мусульманкой Аль-хамду лилля С этого момента началась моя новая жизнь и мои испытания Первое, у меня было очень мало в поддержке Подруги перестали говорить из-за платка и не могли понять мой выбор Ведь ты такая красивая молодая девушка и зачем так себя укутывать? Родители были в шоке На улицах, в маршрутках, в трамваях Все шарахались от меня Даже не садились рядом Те дороги, которые были для меня открыты, они стали закрыты Работа, образование Несмотря на все эти испытания, я твердо стоял на своем И, аль-хамду лилля, спустя шесть месяцев в исламе Аллах подарил мне праведного мужа, который, как и я, украинец, принявший ислам Теперь у меня есть поддержка и забота Сейчас я ищу на дому шариатскую одежду для сестер Эта история очень-очень короткая Так как испытаний было очень много и неловких ситуаций тоже Пусть Аллах откроет посредством моей истории Сердца людей, которые боятся усуждений Чтобы они боялись одного лишь Аллаха Уповали на Него Просили только Его Восхваляли Его Аминь Также, сестры, покрывайтесь Не бойтесь мнения людей Они изменчивы